день добрый вчера у меня день был как бы выходной от бритв он был совсем не выходным но от бритв выходной мне не получается каждый с ними работать поэтому вот и новости не так быстро прогрессирует как вот так вот сейчас я вам покажу на данный момент этот узким бритв com к узким вот такие вот оправки и сейчас еще конечно заготовки только тут по внешней части обработаны не равнялись ничего не делалось еще вот это вот вот к этим вот к узким и сейчас широким вот вот к этим бритв com они потолще будут сейчас тоже покажу вот так вот потолще тот так сейчас наверно сравнение будет лучше понятно что и как это зерикот это американский орех а в сравнении вот так вот они по толщине для больших и малых бритвок вот как бы так зерикот к малым узким смысле вот этот зерикот и запели оправка вот так вот она сейчас момент пока все что же все таки я все не ожидал показать вам что-то еще и прикрепить тому первому видео но вот постарался задержался уперся и как говорится вот вашему вниманию на три близких к что-то уже светится постоянно не как мне там нельзя на сайт пока ничего вешать поэтому и даже может эти еще не попадут сразу на сайт бюджетами которые вот но судьба как говорится судьба давайте посмотрим что в итоге получается клепки не полированный осталось полировать клепки следующий заходами и начать заточку вот как в эти пред финишном состоянии так все это выглядит клинышки вот так они по праву хулеет сложим состояние это зерикот предыдущий было сопели называется так древесины вот так вот выглядит они в пред финише то есть финиш в полировке клепок и финиш в заточке тоже зерикот что-то мне не понравился из тонких делать ну тонкие правы как-то жесткости как то что не хватает таких бритв вот все хорошо все здорово но хочется какого-то какой-то особенность вот она наверное мне да нет ну не идеально посередке сразу скажу опять же мне кажется сыграла роль тонкая оправка зерикот это уже широкие клинышки тоже широкие но с оправками из американского ореха чуть был не положил ну в принципе уже видели все но все же ясно какой клинок в какой оправе тоже американский орех да где хрюшку сделал конечно я бы сказал даже безобразно вообще на скорую руку прямо на бегу на лету даже вот так вот почему потому что фритовки похоже клинки одинаковые единственно что у них только вот надписи вот здесь разные вот эти только этим надпись не отличались я так подумал ну хоть какую отличительную черту то надо же добавить что-то как бы что она в глаза бросал сразу что а это вот это а то вон то круто я высказался да это во мне это да вот поэтому вот медную сечку такую легкую воткнул буквально на лету ну вот как бы вот результат на данный момент принципе неплохой результат конечно хотелось бы лучше конечно сейчас придерусь сам к себе вот смотрите видите как она должна вот тут закрываться какой-то там полмиллиметра каких-то а уже кайф то обламывается то есть косячки есть как ни крути вот тоже рядышком ходит давайте сразу косяком пробежимся нет это ровно не вижу вот тоже вот тоже чуть-чуть в сторону это я люблю придраться само к себе единственно что я точно знаю что вот это вот фиговина она правится с обкаткой вот тоже чуть-чуть вот то есть обкатка шайб когда происходит притирается там все дело и они ловят свое место место назначение то есть посередине это вот единственное что мне радует вот ну вот как бы так обзор закончен и так не то чтобы хотелось но все таки на расскажу пару слов от себя вы наверно заметили что на сайте исчез вариант оплаты при получении на почтовом отделении это неспроста потому что в последнее время враги наверное все таки активизировались не обязательно враги я просто так смеюсь вот отправляю одну бритовку забрали вторую отправляю вернулась а вернулся значит такое это я отправил где-то рублей на 700 800 ну стоимость отправки мы вернулась за братку мне еще рублей 400 впаяли и в итоге вот так вот я каждый раз угораю ну вроде раз два пять раз десять надоело вот честно скажу вот сейчас тоже у меня там с украины пришел заказ пролежал два дня уже только предоплата то есть вариантов все предоплата не поступила никто связаться не захотел я пытался связаться по электронке ноль по телефону звоню не дозванивается то есть там гудок раз разрывается моментально все то есть а там штука винта была на 20 с лишним косарей как говорится а так бы его катал бы там явно полторы тысячи бы подарил еще почте ну вот как бы из этого то есть вот из-за таких людей страдают те люди которые добросовестные которые забирают посылки если уже заказали если уже сказали да вот свое мужское слово я ее заберу все ну вот из таких вот индивидуумов получилось такое ограничение и вот сейчас у меня лежит второй день и завтра будет второй день два часа дня то есть заказ будет тоже удален там комиссари шкатулки право из кинг-вуд древесины отличная бритвка такая симпативая удобные рабочие я еще попробовал такой заволновался меня последнее время тут как-то вадим тут у меня вот который обзоры делает моих бритв во всю показывает он тоже всегда говорит бритва должна быть за точно за заточку не должно быть стыдно все мне это уже в голове въелась я пробую на волос а он ее еле-еле чикать кое-как все я бегом эту бритвку сегодня думаю вдруг сейчас там уже перевод придет а я ее еще не сточил все бросил притащил в мастерскую вывела ей кромочку на идеал что прямо как говорится вообще не тоже без претензий а прямо с удовольствием бери и брейся но походу она тоже вернется на место походу опять как говорится как телефонные хулиганы я так сказал есть такие которые там звонят говорят вот пожар торговом центре вот их там потом ловит бегают вот у меня пример такие же вот варианты получаются только менее глобальные то есть там не как пожар в торговом центре все сделали заказ сидела все тишина исчезли не дозвониться не застучаться вот поэтому у меня сейчас вариант оплаты при получении до некоторых людей нет возможности делать перевод и поэтому мне просто искренне жаль и людей таких кто не могут себе сейчас заказать с наложкой но я думаю все-таки в будущем я это как-то стараюсь вернуть как-то все это обдумаю и верну вот как бы и да вот как бы и все в общем что следующим следующий у меня что хочется мне производить это клин и стопроцентные клин и хотелось бы сделать из дамаска хотелось бы сделать из моностали но хотел к большая а у меня тут со временем вообще-то у меня полный в общем почему со временем я чем уже говорил по моему в предыдущем видео что у меня заказ тут на десяток с европы подкатил и надо им собрать все это сделать вот причем бритв какие не из особо простых я бы сказал так с прибамбасами ну вот как бы так надо сделать почему иногда вот я бросаюсь за бритвы заказчиков за границы потому что они сразу честно стопудово платят всегда готовы вперед кинуть деньги чтобы даже у меня есть пример там какие-то раз таки провала а я на эти средства что-то раз сделал даже так вот бывало вот только поэтому востребованность да а вот тут я делаю сами понимаете сделал положил на склад сделал положил на склад опыт ну выдернули ну торговле это точно назвать нельзя и даже и даже как бы поддержкой как бы всего производства тоже назвать нельзя это это вам не это опять я повторюсь но ладно как это пробьемся с нашими с вашими то есть и за границей с россиянами со всеми пробьемся на этом все добра вам здоровья и до новых встреч увидимся